Приветствую вас! Я думаю, что очень многое зависит от того, что вы понимаете подкинуло. То есть если смотреть на ситуацию прям вот, грубо говоря, так как она есть, да, то есть, ну, просто вот, если смотреть на ситуацию, ну, условно, просто вот, объективно, то она сказала откровенно, что мама ей да родим. Вот, это её выбор, это её позиция. Я думаю, что, ну, что вы можете в этом случае, в этом, ну, в этой ситуации можете только принять её, только принять её позицию, и всё, выбора у вас как бы особо-то, больше нет выбора у вас в этом смысле. Вот. Значит, другой момент, что она действительно с вами общаться не против, но как бы она видит, что вы отказались знакомиться с её мамой, да, а для неё это, видимо, важно. Ну, может быть, не столько для неё, сколько для мамы, да, она зависима от мамы, но для неё это важно. И тут уже вам решать, понимаете, вы либо знакомитесь с мамой, вот, потому что девушке это важно, ну, важно, для неё это важно, вот. Либо вы знакомитесь с мамой, либо вы отказались с девушкой, потому что ничто не указывает на то, что она станет, ну, более, как сказать, более, не знаю, независимой от мамы, более свободной от неё, что ли. Вот. То есть, вот такая всё, в такой момент. Поэтому тут, смотрите, сами вас ни в коем случае никто не доставляет, вас ни в коем случае никто и не может на самом деле заставить, да, что-то делать, то, что вы не хотите, например. Просто имейте вот в виду, просто имейте в виду, что, значит, вы можете потерять человека, вы можете на самом деле потерять человека, вот, если, если не примите условия, да, если не примите условия, которые она выдвинула, то есть, ну, вот, выбрали вы, к примеру, к примеру, да, выбрали вы, допустим, такую девочку, которая, ну, к примеру, чересчур зависима от своих, от своих родителей. Вот. Это не хорошо и не плохо, но вы её выбрали. Вот. Она такая. И, наверное, наверное, с этим, ну, наверное, ничего не поделать. Вот. Вот. И вам нужно просто решить для себя, ну, чего вы хотите вообще, что вам нужно вообще, нужна ли она вам. Вот. К примеру, к примеру, вот с такой позиции, с такой, не знаю, с точки зрения, например, вот, если вы, если у вас есть какие-то чувства, то вы примите её позицию, познакомитесь с её мамой и, в конце концов, в этом ничего особо страшного-то нет. Вроде бы, ну, мама и мама, она просто хочет убедиться в том, что её дочь общается с хорошим человеком. Вот. Хочется убедиться в том, что этот человек, ну, в данном случае, вы, там, не обидитесь её и так далее. То есть маму, в принципе, можно понять. И здесь не совсем для меня ясно, почему вы не, ну, почему вы не познакомились с её мамой, то есть что вас остановило, что вас остановило. От знакомства с мамой, вот, а то подвигаться в тот момент, на который вам нужно обратить внимание. То есть не спрашивать сейчас, например, кинула-кинула ли она меня, да, вот девушка кинула или она меня, а спросить себя, сделал ли я всё для того, чтобы быть с ней, вот, или на что я готов, например, чтобы быть с ней. Вот, вот это важно. Потому что если девушка привыкла маму слушаться, например, то вряд ли она просто возьмёт и перестанет это делать. Но это невозможно. Надеюсь, вы это понимаете сами. Так что вот, такой аспект. Так, можно вам ответить на вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что для вас это было полезно. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, если сделаете лучшим мой ответ, я вам желаю всего самого доброго, я вам желаю удачи, я вам желаю успешного разрешения, успешного разрешения данной ситуации, вот, и надеюсь, что отношения с девушкой вы сможете сохранить, не довести их до какого-то такого разрыва, да, не довести их до какой-то такой негативной составляющей. Вот. Удачи вам! Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok